иродиане они не были религиозные они были более политически они поддерживали ирода чтоб его не сняли вот так были еще книжники о книжниках мы наверное уже не говорили да мы остановились с вами на иродиан иродиане давайте с иродианы начнем иродиане так назывались сторонники династии ирода ирода они признавали что римское право римское владычество должно быть над иудейской землей и они говорили что римлян должен при должен представлять в израильской земле ирод и его сыновья иисус христос оказался опасным для иродиан потому что в нем они видели претендента на трон ирода иродиане были его злейшими врагами потому что христа называли царь они не понимали что он царь духовного царства они плотский человек все про не понимает по-плоцки на этой как каждый судит в меру своей испорченности поэтому всегда один человек может говорить и он подразумевает одно но иногда в зале сидят люди и они преломляют эту информацию в силу своей и испорченности когда христос говорит царство мое не от мира сего они ловлят а так ты царь он им говорит о царстве духовно они ах ты царь у нас есть царь они доложили ира там есть новый какой-то царь а его царство он пришел царство установить приблизилась царство его слова же христовы были до покатись бы приблизилась царство и они вот начали искать как бы погубить иисуса потому что они переживали чтобы иисус не сместил и рода если будет время сегодня я вам покажу четыре у нас его здесь нет но у меня в другом в другом предмете есть я вам быстро покажу хотя бы хоть чуть-чуть чтобы знать о четырех и родах о которых там говорилось дальше были книжники или учители закона евангелии книжники упоминается вместе с первосвященниками это евангелие матвея 2 глава а также матфея 5 глава книжники были учеными или учителями один из таких книжников был никодим они часто занимали должность юристов судей в стране они были толкователи закона моисеева они строго придерживались буквального толкования закона иисус христос напротив указывал на внутренний смысл закона и освобождал от добавли от добавление или от того чтобы добавлять христос показывал на внутреннюю суть на дух христос говорил что что буква убивает а дух животворит дух христа и дух проповедей христовых отличался от духа учения даже сами они говорили что он учит не так как книжники и фарисеи а учит как власть имеющий а что они делали ну например они когда приходили с улицы из там с рынка они умывали лицо они умывали руки они умывали чашу чтобы что-то попить христос говорит вы чашу руки лицо моете а внутри когда же начнется уборка внутри все exterior да а когда же будет interior cleaning да все как будто внешность внешность чаши вы чистите а внутри полны грязи и мусора вот книжники они как бы пытались понять закон но еще раз это подтверждает что своей логикой человек не может даже если человек читает библию но если он без руководства духа божия он в библии может запутаться сколько есть людей которые все решили я буду изучать эту книгу но если дух святой тебе не поможет и мне то на библии очень много можно построить ереси скажите разве книжники и фарисеи предали христа неужели они ну не неужели они но сознательно хотели вот убить своего же мессию они думали что они делают правильно они думали что они исполняют закон моисея да кто-то знал кто-то из-за лукавства кто-то из-за корысти кто-то но мне кажется в большинстве своем люди действительно заблудились они ожидали миссию о котором говорит ветхий завет на что говорит ветхий завет что восстановит царство давида царство давида она была очень огромным самое большое царство это царство давида и соломона потом его урезали почти на самые на самые на самый центр она была очень большим и вдруг ветхий говорит что придет мессия восстановить царство то есть ну огромная будет будет трон будут воины будет армия будем свободны не будем платить дани или подать и будет все хорошо и тут приходит мессия которого говорят что он мессия он говорит подставщику люби врага ну давид так не учил давид собрал армию убил того убил того и расширил свое царство да а христос приходит и приносит духовный смысл и вот книжники и фарисеи запутались потому что почитая ветхий завет видели только букву и не видели дух слова священство вот священство было наследственным то есть священство передавалось по наследству и ветхом завете первосвященника могли избрать только тогда когда перед этим кто был умирал когда умирал первосвященник тогда было несколько вещей во первых во всех шести городах убежища израильских все преступники которые убежали туда могли свободно возвратиться домой читали это да если кто-то не хоть не хотя убил кого-то и убегал чтобы его не преслед не не ну преследователь не поймал и не убил он убегал такой человек убегал в город убежище и он не мог выходить оттуда до смерти первосвященника когда первосвященник умирал то смерть первосвященника покрывала и того кто находился в городе убежище вам что-то это объясняет нет правильно правильно когда умрет первосвященник остальные становятся свободны это некий прообраз но в новом завете мы находим что мы находим 5 первосвященника вычитали каяфа анна весь род первосвященнический находим 5 первосвященника почему это произошло когда это произошло первосвященник должен быть из рода ааронова по прямой линии и нес свое звание по жизни однако ирод великий и и его преемники присвоили себе право назначать и смещать первосвященника история еврейская показывает что ирод и римляне начали назначать первосвященников на два-три года и потом смещали ставили другого до из рода левина но другого не ждали смерти и когда вы найдете когда будете читать евангелие вы найдете что сначала иисуса привели к они а потом каяфе это тесть и взять и два боя в одно и то же время первосвященники то есть тот был его сняли поставили взять взять первосвященник но и учитывая то что первосвященник он пожизненный как бы он тоже не перестает нести свое первосвященническое служение поэтому иисуса водили то от к одному то другому а потом собрали их всех пятеро и они там же судили еще одно это синедрион синедрион был высшим судом у евреев членов синедриона было 71 и они делились на три категории на три категории синедрион это первосвященники это самая верхушка синедриона потом из лист старейшины старейшины это представители самых влиятельных семей ну старейшина такого рода колена иуды колена вениамина или колена там завулона то есть главы главы рода начальники и третья категория которая входила в синедрион это книжники это лучшие из всех книжников отбирались они должны были владеть на нескольких языках и знать ветхий завет наизусть ребенок до 12 лет должен был знать тору наизусть тору мальчик 12 лет должен знать тору наизусть а член синедриона должен был знать весь закон весь ветхий завет наизусть поэтому павлу очень легко было цитировать тексты священных писаний из всех апостолов вот один из только один из апостолов был приближенных синедриону или членом синедриона есть предпосылки думать что павел был членом синедриона хотя библия об этом достоверно не говорит вот но по всей видимости это было так все другие апостолы они были рыбаки они были простые но павел из элитных поэтому властью поэтому еще раз возвращаемся члены синедриона должны были знать закон божий и когда царь ирод что-то не знал пришли вас волхвы с востока говорят где должно родиться христу сейчас бы мы что сделали с а тогда google не было тогда позвали людей которые знают от бытия до малахии и говорят виктор что там каждый закон божий виктор одну минутку а вифлеем земля иудина ничем не меньше воевод иудина хиба из себя произойдет вождь поэтому и рад знал кого спрашивать хорошо до сего места понятно нам у нас 754 у нас остается 6 минут давайте мы сейчас не пойдем наш новый предмет да я вам хочу показать 4 и рода у нашего конспекта этого нет но я вам по памяти хочу показать что что происходило даты будут почти точные по памяти сколько я помню значит с 30 37 год до рождества христово когда я пишу беси старшие вы должны понимать это before christ вот так обозначается до рождества христово 37 год римляне поставят царь к который будет служить для римлян и управлять израилем этим царком будет и рад великий и рад великий он будет очень жестокий человек очень жесток когда когда его дети выросли то двух своих детей он убил чтобы они не заняли его трон когда царь то есть император в италии в риме услышал что и рад убил двух своих сыновей то он сказал такую фразу которая вошла в историю что лучше быть свиньей у и рода чем сыном потому что на свинью он не поднимет но для него это мерзко это низкое животное грязной она сына поднял руку потом он убивает свою жену потом он убивает часть военачальников которые были которые были хорошие в на военачальник чтобы никто не занял трон и вот приблизительно в четвертом году до рождества христова и рад уже как бы ну очистил всех конкурентов и как бы успокоился уже да уже никто мне не будет мешать и вдруг в этот момент приходят волхвы с востока и говорят где родившийся царь то есть для него это было как бы как царь всех кто хотели быть царями кто могли быть царями уже на кладбище и тут какой-то еще царь и написано и встревожился ирод и весь иерусалим с ним ира встревожился потому что понял что что-то пропустил а иерусалим встревожился потому что знал что ирод все так не пропустит он пойдет от дома к дому и когда волхвы сказали что он родился или первосвященники и синедрион сказали что он родился в вифлееме то ирод начал искать не в иерусалиме а вифлеем и когда волхвы пошли и потом весь не принесли для ирода ирод решил убить всех младенцев узнал что младенцу должно было быть от нуля до двух лет и решил каждого мальчика чтобы не ошибиться убить всех но конечно бог мудрее бог знал как спасти вот таким был ирод великий почему же евреи его терпели во первых потому что за ним стояла римская армия он не был римлян он даже не был еврей он был эдумей то есть потомки исава эдумова но евреи не могли его свергнуть потому что за ним стояла римская власть а второе что ирод построил для них или отстроил для них храм который когда-то был построен помните зарывал и и вот ирод отстроил заложил много новых построек положил большие камни и все отстроил когда я был в израиле самый большой камень который использовал ирод для постройки храма 490 тонн ты возле него стоишь такой маленький он очень длинный цельный не сшитый не склеены когда археологи взяли пробу этого камня то самое ближайшее место ну скажем по нашему как бы карьер да где можно этот камень достать сто восемьдесят километров как его оттуда притащить такого поезда такой машины чтобы она могла повезти нет в древности что делали как транспортировали они ложили такие брусья вот брусья ложили и потом затаскивали тяжесть какую-то на эти брусья и так тащили но ни одно никакие брусья не могут выдержать такого веса 490 тонн сегодня для многих архитекторов и дизайнеров вопрос как такое построить он считался в древности одним из лучших архитекторов и когда ученики однажды если со христом и говорят учитель посмотри какие здания посмотри какие камни христос повернулся и сказал истина истина говорю вам не останется и камня на камне как все будет разрушить прошло приблизительно с 33 34 года до 70 это сколько 36 лет пришли римляне сожгли храм храме было много золота когда храм горел что происходит золотом она станет становится как вода и она начала течь храм горел приблизительно три дня когда все сгорело и тит полководец сказал хотели мы сохранить храм но храм уничтожен воины это ваша добыча кто сколько себе отломает это ваше ну и рады стараться дали нам месяц скажем да что надо болтай твое никто бы его так не ломал бы этот храм но когда там золото по заплывало во все щели то начали его ковырять долбить забирать и христовы слова сбылись не останется камня на камне я хочу объяснить вам за и родов если мы уже заговорили за и радиад то вот и радиады это представители этих и родов которые ну поддерживали чтобы и рода не сместили они как бы политическая такая партия перед переменом перед перерывом мы с вами заговорили о и роде велики приблизительно четвертом году он умирает как раз прошел момент когда христос был рожден то есть он еще застал рождение христа если вы дальше будете читать евангелие от матфея или евангелие от луки вы найдете что когда христос родился христос и мария и иосиф убегает египет потом услышав в египте что и род умер ангел явился и сказал возьми младенца иди назад в израильскую землю ибо искавшие души младенца умерли и иосиф и мария приходят назад в израильскую землю и приходят в иудею нос но услышав что в иудее правит архиллай сын его сын его убоялся и пошел страны или наверх в землю галилейскую почему архиллай я не хочу вас сильно сейчас ну как бы утруждать всей этой но посмотрите вот сюда всем видно да всем израильскую землю можно разделить на три части главная из них это иудея 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 вторая часть это самария самария и галилея так вот и роды жили вот здесь иерусалимская земля или иудея когда иисус и мария и иосиф из египта возвращаются они приходят сюда но услышав что здесь царствует архиллай один из сыновей и родовых они ушли далеко-далеко и поселились вот здесь почему там во первых там хороший place спрятаться от политической жизни а ангелы сказали что родился царь до который будет царствовать и они понимают что ироды будут искать поэтому спрятаться подальше это хорошо на сибири меньше кого шукалы а вот в центре киева и москвы найдут всегда второе почему потому что он должен называться назарянин он должен жить в назарете так должно сбыться пророчеств и так когда ирод был ирод великий был царь он управлял всем израилем когда ирод умер то царство разделили на несколько частей вот эту часть дали архиллайл а потом и другие части дали троим другим сыном я вот здесь галилея был филипп ирод филипп вот здесь был ирод антипа потоп ирод антипа завоюет царство филиппа и потом даже царство архиллай и станет управлять всем ну похожим отца ирод антипа ирод антипа после смерти отца становится царем с четвертого года по 37 что мы можем знать о ироди антипе это именно тот ирод который завоюет филиппова заберет у филиппа жену и иоанн креститель выступит против этого ирода искать что в израильской земле развод запрещен разбивать и за разбивать семью при жизни живого мужа нехорошо ты делаешь жена которую он увел конечно взбунтуется и читали эту историю пожелает головы иоанна крестителя это именно этот ирод этот ирод будет судить иисуса христа этот ирод антипа сначала иисус предстанет перед первосвященниками потом перед синедрионом потом предстанет перед пилатом потом предстанет четвертый суд перед иродом антипой и потом обратно перед пила и вот этот ирод наденет на иисуса царскую одежду и там написано и насмеявшись над христом отпустил его с тех пор ирод антипа и и и род стали друзья когда мы будем проходить с вами новый завет мы а и родах более детально поговорим после смерти тридцать седьмой год ирод а гриппа приходит на царство это уже внук и рода великого что мы можем знать об этом и ради а гриппе кто помнит что ирод а гриппа он обезглавил я иакова и посадил в темницу петра помните да как он умер он поехал в кейсарию и поехал там кейсарии есть большущий такой стадион или конодром как его называют да где происходили конные игры и когда он там был там этот стадион и сейчас он есть кто поедет в израиль вы найдете этот place и вот когда ирод находился там когда он находился там ему начали кричать что это голос бога он выступал там речь говорил да и вместо того чтобы отдать славу богу он все всю славу на себя принял одет был царскую одежду золото вышитую и там написано и поразил его ангел божий и он умер наступила так смерть что мы можем знать о и ради а гриппе втором он судил апостола павла он и вереника его сестра вошли в тронный зал и павла узника привели и сказали ну защищайся и павел говорил речь перед этим и родом и феликс или fest сказал безумствуешь ты павел а павел говорит ну этот говорит твоя ученость доводит тебя до безумия он говорит не безумствуя ибо это то что я говорю не не в темном углу делала не в тайной комнате кто кто а ироды то знаю как рожден был христос и как он был раз кто кто а эта семья знает хорошо потому что это же они его судили это же их прадедушка убивал это же их дедушка или про да это дедушка это же дедушка отдал на 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 смерть это же папа обезглавил и она или иакова и вот а гриппа с вероникой сказали ты немало не убеждаешь нас сделать со христианином немало не убеждаешь на сделать со христианина и павел говорит хотел бы я чтобы не только вы не только я не только ты но вы все вы вы сделались христианами Как я, только без этих уз. Вот как бы четыре этих Ирода. Что произошло потом? С 37-го по 44-й год был Ирод Антипа, с 44-го по 70-й год был Ирод Агриппа II. В 70-м году Иерусалим падет, завоюет его и все. Никакого царя уже не надо. Храма нет, города нет, людей нет. Зачем тогда царь? Чуть-чуть понятного вам нет? Год. Ну, еще раз говорю, когда мы будем Новый Завет изучать, то мы детально о них поговорим. Я это убираю уже, да? Да. Четвертая часть нашей темы библиология. Итак, для чего необходимо изучение Библии? Для чего? Для чего мне изучать Библию? Разве недостаточно того, что я хожу в церковь? Разве недостаточно того, что я принял или принял крещение? Пою в хоре. Вообще, мой папа верующий и мой дедушка верующий. И я хороший человек, с хорошей прической, без татуировок. И что можно еще сказать? Много чего, правда? Для чего мне изучать Библию? Но хороший человек, это много людей есть хороших. Но Библию изучать нужно. И мне приятно показать причины, почему это нужно. Первое. Первое. Для духовного возрастания. Первое, что нужно для духовного возрастания. Прежде всего, необходимо изучать Библию, чтобы расти. Любой маленький ребенок, который родился, это еще не финиш. Это только старт. Как только наши детки родились, в том числе и ваши, кто родился, сразу первое, что? Первое дают на грудь мамы. Ребеночка, корми. Если есть пища, будет и рост. А если ребенок сутки лежит в госпитале, а не кушает, никто его домой не отпустит. Надо, чтобы он взял пищу, молочко. Поэтому, друзья, есть законы физические, точно такой же закон духовный. Писание говорит Петра, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Каждый из нас, кто хочет расти, вне Библии, послушайте, вне Библии духовного роста нет. Я за то, чтобы мы молились. И если вы замечаете, последних полгода почти каждый раз я на акцент ставлю. Пятница – это наш день, пятница – это наш день, нам надо молиться. Но если мы только на пятницу акцент будем давить и ставить, а не читать Библию, роста не будет. Молитва не может заменить Библию. Поэтому, чтобы духовно расти, чтобы этот год, 2015, прошел, и мы могли сказать, в десембер я немножко вырос, чем был в январе. Для того, чтобы это произошло, нам нужно чтение и изучение этого слова, которое названо молоком. Второе. Для чего нужно изучать Библию, чтобы победить грех? Для борьбы с грехом. Библию необходимо изучать, чтобы бороться с грехом. Победить грех невозможно без помощи слова. В Ефесянам 6, 11 по 17 главы апостол Павел говорит и описывает доспехи, всеоружие, с помощью которых можно вести духовную войну. Оружием в руках христианина служит меч Духа. И этим мечом названо Слово Божие. Чем больше человек знает Слово, это все равно, как воин, который лучше владеет мечом. Чем лучше он владеет духовным мечом, тем больше шансов на победу. Христос победил дьявола чем? Написанным словом. Вот почему еврейские мальчики, я уже на перерыве говорил, до 12 лет они учат Тору. Они преследуют две цели. Они в 4-5 лет отдают ребенка в школу, и они ребенка учат грамоте на Торе. И ребенок сразу учит письменность, чтение и сразу Тору. Ну, скажем, наши дети ходят в школу, когда наша девочка научилась читать, сразу ее отправили в лайбереры. Ты должен взять столько-то книг, прочитать, поставить, что о чем каждая книга говорит, и потом принести и дать отчет. Там на одной страничке 2-3 предложения и картинка, 2-3 предложения и картинка. Но я посмотрел, о чем эти книги. Ну, по-нашему, червона шапочка, шетом шось, вот как бы такие детские рассказики. Евреи никогда этого не делали. Они учили ребенка на Торе. Они делали картинку, и Моисея нарисовали, который переходит через море. Картинку, пирамидку там, и фараона, которого, понимаете, да? Они сразу и Тору, и учатся читать и писать на Торе. Потом, когда он растет, 2-3, 5-6 класс, до того, как он выходит из школы, он уже Тору знает наизусть. И грамоту выучил, и Тору знает. И когда они вырастают, их очень сложно увести, скажем, от веры. Почему? Потому что слово в себе, оно имеет силу. Третья причина для того, чтобы подготовиться к служению. Мы изучаем Писание, чтобы подготовиться к служению. Слово Божие готовит нас к служению. Хорошо об этом сказано Иисуса Навина. 1 глава, 8 стих. Да, не отходит сия книга закона от уст твоих. Поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, и... И тогда ты будешь каким-нибудь миссионером, каким-нибудь пастором, каким-нибудь диаконом, каким-нибудь проповедником, да? Нет. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Когда? Когда книга закона будет частью твоей жизни. Когда ты будешь день и ночь в ней пребывать. Друзья, для того, чтобы иметь успех, недостаточно только UDAP. University. Недостаточно только колледжа. Недостаточно хорошего диплома. И даже работы. В Америке миллионы людей имеют хорошую работу и живут в депрессии. Люди имеют миллиарды долларов и смысла жизни не имеют. Стою на кассе, покупаю. Передо мной журнал. Одна голливудская звезда. И там пишется, 400 миллионов развод стоит. Скажите, это же надо было 400 миллионов заработать, правда? Ну, с неба деньги не падают. Человек десятки может лет зарабатывал эти деньги, чтобы теперь отдать на развод. Это счастье? И мы думаем, о, он богатый или она богатая. Так кому это богатство надо? Если всю жизнь копил, а теперь разломалось, все и отдал. И остался у разбитого корыта. Счастье не в образовании, не в дипломе, не в деньгах. Счастье, Библия говорит, будешь успешен и будешь поступать благоразумно, когда слово будет постоянным с тобою, а ты со словом. Итак, третья причина. Изучаем слово для того, чтобы иметь успех в своем служении, в своей семье, вообще во всей своей жизни. И последнее благословение. Откуда я знаю, что чтение Библии делает человека счастливым? Псалом первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Что значит слово блажен? Счастливый человек, правильно. Блажен муж, который не в кинотеатре, в синема сидит, да? И не где-то там тусовки, не ночной клуб, не дискотека там или и того дальше. Но Библия говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. И дальше идет противоположная мысль. Но, но в законе Господа, воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И дальше идет обетование. И будет он как дерево, которое при потоках посажено, да? Которое пускает корни. Везде засуха, везде вся трава высыхает и умирает. А у этого дерева оно не знает засухи. Почему? Потому что его корни. Как я это понимаю? Может прийти момент, когда закрыть церковь могут. Когда нету хороших проповедников, хороших учителей, но человек, который пустил свою веру и сам углубился в слово, углубился в слово, этот человек не будет знать, что такое засуха. Другие будут отступать от Бога, атеистами становиться, в грехах падать, а человек, который пустил свои корни веры в слово, он будет как зеленеющее дерево. Поэтому, друзья, я призываю себя и всех нас. Хотим, чтобы наш этот мир, 21 век, нас не задушил и веру нашу не уничтожил. Давайте твердо и сознательно сегодня решим. Я берусь длиною в жизнь, решение принимаю изучать это слово. Это будет питанием для духа моего, это будет питанием для веры моей, и я буду этим деревом, которое при водных потоках. Что бы там ни происходило, у меня будет всегда свежесть. когда? Когда я буду размышлять, как Библия говорит, о законе его размышляет он день и ночь. Хочу остановиться здесь. В конспектах это нет, но мне надо один человек. Алекс, ходи сюда, если можно. И Сережа, ходи сюда. Два надо. Ты будешь Артаксеркс. Большой царь, большая империя. Библия говорит, что там было 127 областей. В Америке сколько штатов? 50, 51. 50 или? 52. Хорошо. Уговорили. Уговорили. Скоро Куба приеднает в до 50 АД. Хорошо. Так вот, у нас 50. У этого 127. Не просто областей, стран. Огромный царь. Великая власть, сильная империя. И вот к этому царю попадает на прием один раб. Если кто-то из вас хочет попробовать, как добиться до президента Обамы, то дозвониться, если за год вы дозвоните, дозвониться. Я уже не говорю на прием. Там будут... попробуй дозвониться, наверное, ты сразу попадешь до какого-то там 33-го секретаря. Этот человек попадает не просто в приемную где-то, он попадает на прием к самому царю. Это Ездре, 7-я глава. И вот его зовут Ездра, молодой юноша, еврей. И там написано, когда Ездра пришел к царю, и царь написано, и дал ему, царь, все по желанию его. Меня, друзья, не удивляет, когда раб исполняет волю царя. Но меня удивляет, когда царь поднимается с трона и исполняет волю раба. Или это какой-то раб специальный такой? Или царь слабенький? Но с царем, мне кажется, все в порядке, правда? Что это за такой раб? 127 областей и народов. Если вы узнаете, какой это был царь, это был жестокий царь. Это был сильный царь. И вот этот раб приходит к царю, и царь поднимается и говорит, там написано, и дал ему царь все по желанию его. Я вот думаю, надо же, такой же раб пришел, что царь по желанию его мог бы сказать, эй, голова с плеч и все. А там написано, так как, я цитирую этот текст, это 7 глава, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Оказывается, не у раба была власть, а у Бога, который был за ним. И если Бог поднял руку над этим рабом, то с этим рабом даже такой царь будет считаться. И я как-то читал и думал, Боже, да дай мне такого. А там еще дальше читаю, 10-11 стих говорит, так как Эзра расположил свое сердце к изучению Писания, исполнению Писания и обучению других того, что научился сам. Три вещи Эзра сделал. Это 7 глава книги Эзра. И Бог, когда увидел, что человек расположил свое сердце к изучению Писания и потом применению этого Писания в своей жизни. Другими словами, Эзра не просто почитывал Библию, Эзра углубился в это слово. И когда Бог увидел, что человек так проникся этим словом, Бог поднимает руку на благословение. И когда поднял руку на благословение, даже царь это заметил, что в этом человеке есть что-то то, что у других нет. Вы можете, братья фресисты, дякую. А, то мне тут понравилось. Марийка, готуйся. Сегодня приедет и скажет. Ну, возвращаемся в наш предмет. Возвращаемся в наш предмет. Друзья, мы должны изучать слово, потому что оно несет обетование благословить нас. Ты скажешь, ну, это корыстная цель, это выгодно. Да Бог все нам дал ради... Бог не жадный, Бог не скупой. Он говорит, если ты будешь, я тебя благословлю. Я благословлю тебя. Как изучать Библию? Как же изучать Библию? Первое. Молитвенная подготовка. То есть, перед тем, как Библию читать, нужно попросить у Бога. Господи, Ты это слово написал. Я его буду читать, но моим умом, я не могу его понять. Оно вообще другой левел. Как небо выше земли, так Твои мысли выше моих мыслей. Не могу я понять. Это все равно, что, ну, первоклассник пытается понять мастер дегри, да? Или киндергарден. То есть, это нереально понять. Но Дух Святой, который когда-то вдохновил какого-то служителя и дал ему эти мысли, этот самый же Дух Святой, который вдохновил и написал, этот самый Дух Святой может мне помочь понять этот текст. Поэтому, что я пытаюсь сказать? Не пытайтесь изучать Библию без помощи Бога и помощи Святого Духа. Не пытайтесь. Иначе можно наделать ересей. Люди начинают читать и начинают идти туда, куда не треба. Он начинает надеться на свой интеллект. Мы разумом не можем понять Священное Писание. Нужно, чтобы было вмешательство Святого Духа, который направит нас на понимание этого текста. Второе, что нужно для изучения, это чтение. Для того, чтобы изучать Библию, Библию надо читать. Если кто-то скажет, я изучаю Библию, но я спрошу, если ты ее не читаешь, как ты ее можешь изучать? Библия говорит в Откровении, читающие и слушающие слова пророчества сего. В этом, когда человек читает, в этом и есть блаженство. В этом и есть блаженство. Вы заметили, что 9 раз Христос в Нагорной проповеди сказал блаженный, блаженный, блаженный. Замечали, да? Отвлекусь чуть-чуть. Смотрите, одна гора, ну это не так, наверное, здесь Моисей не удержался бы, ну вот так нарисуем ее. Хорошо? Вторая гора. Здесь стоит Моисей. Что он приносит? Приносит закон или заповеди. Сколько их будет? Десять. То есть Моисей начинает, как глава нации в данный момент, начинает некую эпоху, новое царство. И он говорит, царство это должно управляться по десяти главных законах. Окей? И по этим законам они будут жить приблизительно 14 столетий. 14-15 веков. Но потом приходит новый царь и говорит, царство небесное пришло. И если вы заметите, что закон Моисея был дан на горе, а законы Христа, девять блаженств, были даны тоже на горе. Видите разница, сходство? А почему их девять? Потому что десятая будет сказана в последней книге. Последней книге Откровения. Но это так. Отвлеклись чуть. Идем дальше. Блажен. Блаженны кроткие, блаженны нищие, блаженны милостивы, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, блаженны. Читали, да? И девять, и Христос остановился. Христос, ты что забыл? Нет. Христос знал, надо дочитать до последней главы. И еще одно блажен, блажен читающий, слушающий пророчества всего. И там дальше идет и исполняющий. Третье. Как изучать Библию? Исследовать. Исследовать – это значит глубоко проникнуться содержанием прочитанного текста. То есть, иными словами, по-английски говоря, мне нравится это выражение, make research. Копать вглубь, исследовать, исследование делать. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Иоанна, пятая глава. Друзья, давайте я вам приведу пример. Скажите, если я сегодня утром поднялся, ну, у меня есть 10 минут перед работой. Я открыл Евангелие от Матфея, почитал. Завтра у меня обратно своих 10 минут я открыл Даниила, потом почитал еще Псалтырь, потом Иова, потом обратно Иоанна. И вот как бы так, каждый день по 10-15 минут читаю, ну, и утешаю себя, что я считаю Библию. Скажите, я исследую или нет? Вот представьте себе, хозяйка, хозяйка пришла домой, сегодня пришла, вытерлось с зеркала, и на сегодня все. Послезавтра она пришла, вот на вазоне там пыль протерла, потом она пришла, что это за бакс там стоит, его надо вынести, а потом обратно что-то в зеркало, обратно, скажите, это, ну, такой, генеральная уборка дома или нет? Это что-то там мешало, поправив шторы чуть-чуть там, шешусь, форточку открыл, закрыл, сквозило там. Но если мы делаем глубоко, то хозяйки знают, что такое. В этот день ко мне не приходите, потому что все как раз в центре комнаты, все выгребаем, выметаем, пол и мыем, только вечером, когда все закончено, велкам, потому что я глубоко от порога до порога, я глубоко все делаю. Друзья, делать ресурч, это не просто почитывать под настроение. А сегодня такое настроение, почитаю-ка я псалмы, что-то там Давид мне скажет, добренького такого, да, или вообще сегодня такой философский у меня день, почитай я книгу Экклесиаста, что ж там Соломон говорит, суета, суета, все суета. Это не изучение Библии. Изучение Библии, это когда я делаю решение, я хочу узнать вот эту книгу. Я помню несколько лет тому назад, я решил, вот мне понравилось, я прочитал книгу, и мне понравилось очень хорошо, очень сильно понравилась книга судей. И я начал делать ресурч, то есть изучать. Я начал делать, когда писалось, что писалось, сколько судей было, кто сколько правил, что значит каждое имя того судей, что он сделал доброго, что он сделал плохого. Когда я обнаружил, сколько это заняло, какие уроки Бог преподал, почему Бог так гневался на этот период и на этих судей, что это было. И я обнаружил, что я через этот ресурч написал предмет, который занимает 25 академических часов преподавания. Казалось бы, книга, но для меня она очень много чему послужила. Когда ты начинаешь делать изучение книги. Идем дальше. Итак, как изучать Библию? Первое, молитвенно. Второе, читать. А третье, исследовать, углубляться. Есть такой метод, он самый распространенный. Методов есть несколько, но самый распространенный метод это индуктивный. Индукция – это латинское слово, что значит выведение, то есть вывести что-то изнутри. Индукция – это процесс логического вывода на основе перехода от частного к общему. Кто учился в высшем учебных заведениях, учили, правда? Индукция, дедукция, как по-английски, наверное, так и есть. Давайте сделаем умозаключение. Хочу сказать, что вот этот метод, он очень распространенный, и он очень сильно помогает в изучении Писания, хотя в других, в светской жизни он иногда может быть ошибочным. То есть на стопроцентного достоверности этот метод не всегда, не всегда точный. Но что касается в священных писаниях, он точный метод. Ну, например, я не из священного писания, из священного писания, если успеем, чуть позже. А вот метод индуктивный, мы берем от общего и выводим какой-то какой-то вывод делаем. Процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. Давайте скажем, я вышел на улицу, нет, не я, Анатолий вышел на улицу, смотрит, сидит на столбу ворона. Ворона сидит черного цвета. Посмотрел, вау, красивая птица. На втором столбу сидит еще ворона и тоже черного цвета. И там еще стоит вот мусорный ящик и на мусорнике тоже сидит ворона и тоже черного цвета. И он делает вывод, все вороны черного цвета. Скажите, он все вороны в мире посчитал? Нет. Он посчитал одну, вторую, третью, скажем, четвертую, десятую. И в то, что он увидел, что все вороны, которые он увидел, они черного цвета, следовательно, все вороны черного цвета. Иногда это правда, но иногда это бывает и что касается мира. Но если мы говорим о Писании, о Писании чуть позже мы возьмем, например, какой-то текст и попробуем индуктивно его разобрать, хотя у вас будет другой предмет, разбор текста, экзегетический разбор текста, то там вы будете очень детально проходить этот предмет. Итак, индукция – это логический вывод на основе перехода от частного положения к общему. Давайте по памяти и вот быстро возьмем пример. Скажем, послушание отцу и матери, вот вывод наш, послушание отцу и матери вознаграждается. И мы берем пример. Вот Иосиф был послушный отцу и матери? Был послушный? Был. Моисей был послушный? Был. Но давайте еще кого? Давид. Давайте скажем, Давид, папа сказал, отнеси братьям. Послушался? Был. И мы можем сделать вывод. Следовательно, все послушные ребята, юноши и девицы получают благословение за свое послушание. Вывод? Мы взяли несколько историй, посмотрели на них, где люди, которые были послушны папу и маме, папе и маме, папе и маме. И потом вывели, и у них получается нечто общее. Иосифа Бог благословил? Да. Моисея Бог благословил? Да. Давида Бог благословил? Да. Следовательно, послушание родителям служит благословением для человека. Вот это некий такой индуктивный подход к изучению Писания. И таких мест можно найти много. Чуть-чуть яснее, не? Good. Давайте пойдем дальше. индуктивное изучение индуктивное изучение Библии включает в себя три этапа. Первый этап это наблюдение, то есть исследуем, глубоко углубляемся. Ну, например, когда я изучал книгу судей Израилевых, третий из судей, третий судья израильский носил имя Самигар. Меня заинтересовало это имя. Я начал искать, есть ли вообще такое имя в еврейском обыходе. Это не еврейское оказалось имя, а какое? хананейское. Когда я начал смотреть хананейское именно, а, тогда все понятно, что оно значит. И меня, я тогда задался вопросом, то есть это все наблюдение, это все наблюдение. Я задался вопросом, почему юноша, который носит хананейское имя, сражается за израильский народ? Почему? Ну, по имени можно определить? Если я говорю, например, Мартин, мы можем определить, что это американец. Если я говорю, например, Шрёдер, всем понятно, что это будет немец, а если я скажу дзинь-дзинь-дзонь, дайся оттуда, правда? То есть имя, да. То есть по имени много чего можно сказать. И вот этот некий там, скажем, китаец вдруг сражается за украинца, или на Украине. Почему он оказался там, почему? То есть по имени мы можем много чего. И вот почему он не просто сражается, почему он становится судьей израильским? Вот этот самегар, который воловьи мрожном побил столько-то фелиссимлян. Но ты это можешь заметить, когда? Когда исследуешь, когда не просто, ну, после него был самегар, который воловьи мрожном побил 3000 фелиссимлян и дал ему Господь победу. Точка. Дальше идет история Деворы. Ну и читаешь историю Деворы. Ну что ты понял? Да ничего не понял. Покуда не остановился и не начал что это имя значит, что это где он жил, почему он сражался и ты начинаешь углубляться. Поэтому Библию нужно, что бы я порекомендовал? Я бы порекомендовал первый раз прочитать Библию первый раз прочитать Библию как говорится залпом, да, от бытия до откровения хотя бы ознакомиться. Или если того нет возможности хотя бы прослушать, чтобы иметь общее представление. А потом Библию читать нужно не спеша. Вот поставил цель, я в этом году хочу разобрать книгу бытия. Потом или там несколько месяцев разбираю книгу бытия, хочу углубиться. То есть мы делаем наблюдение, исследование. Второе, мы начинаем толкование текста и отдельных скажем слов в этом тексте. И третье, это применение. Наблюдение это самая важная часть скажем в подходе к Библии. Оно занимает приблизительно 80%. Второе 20% это толкование. Если хорошо сделано наблюдение, тогда намного легче толковать. Когда у тебя все лежит, ты все это видишь, то вывод сделать очень легко. И третья часть это применение. А применение это длиною в жизнь. Применение длиною в жизнь. На применение истин отводится вся наша жизнь. Несколько советов при изучении Библии. Читайте каждый стих. Читайте каждый стих медленно и внимательно. Если мы хотим изучать, нужно не спеша читать. Я попозже попробую попрактиковаться один всего лишь скажем одну фразу, а даже одну строку. Второе задавайте вопросы. задавайте вопросы. Несколько главных вопросов, которые нужно задавать. Кто? Кто говорит? Например, мы читаем книгу Иова. Я много раз слышал проповеди. Услышьте меня сейчас. Когда цитируют слова Иововых друзей, выдавая их за Божьи эти слова. И на этом ставят доктрину, проповедь, а ведь Бог же сказал в конце, что вы должны принести, умолить лицо Иова, чтобы он принес за вас жертву, ибо только его лицо я приму, потому что вы обо мне, о Боге говорили не так верно, как раб мой Иов. Значит, они говорили неверно, а мы цитируем, делаем доктрину и говорим, ну это же в Писании, но в Писании есть и слова сатаны. то что давайте еще на этих словах будем доктрину делать, поэтому мы должны задать, кто это говорит, задать вопрос, это говорит Бог, это говорит Иов, или это говорит друзья, или это говорит сатана. Что говорит? Когда говорит? Где говорит? Как говорит? Почему говорит? И что теперь? Что мне с этим делать? Как я могу это применить к себе? Ну и вот я здесь хочу вам привести одну строчку. Иоанна 14 глава 15 стих. Христос говорит слова такие. Это всего лишь одна строка. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Читали это? Вот можно как можно разобрать этот текст. Если вдуматься в слово если любите меня, соблюдите мои заповеди. услышите как я делаю акцент. Если любите мои заповеди, соблюдите мои заповеди. Если любите меня, 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 соблюдите мои заповедь если любите меня соблюдите мои заповеди заповедь нам кажут главно верь if you have faith it's enough jesus christ помер за табой все а христос говорит заповеди здесь можно развить целую пробовать а если не любите меня и вот как бы начинается работа над текстом понимаете да помехи при изучении помехи что мешает злейшими врагами чада божьего или дитя божьего которая пытается учить библию являются кто же эти враги наука да я не говорю что науки не надо но науку нужно держать как борзого коня под уздой потому что наука может много повредить особенно наше время наука когда миллионы миллиарды лет тому назад эволюционный подход и столько запутали что уже люди в бытие не верят потому что наука им так в университете сказал второе это философия что значит философия филио это да любовь а софия это мудрость любовь к мудрости это некая такой подход ну лучше не скажешь философский подход так вот философия скажем платона аристотеля она была очень распространена в древность платон учил как мудрец да у него есть много чего позитивного в то время он не имея скажем понимание ветхого завета некоторые вещи говорил очень близки к ветхому завету но одно из вещей которые он очень ну запутанно говорил вообще не по писанию он говорил что самый злейший враг для человека это его тело поэтому против тела нужно объявлять войну чем больше ты его ну сажаешь на привязь тем больше она под уздой из этого вытекло что если тело враг тогда нужно побольше ну как бы ограничивать угнетать свое тело и на платонической основе философии пара зародилась или появилась целое движение монашества куда они зашли монастырь зашли был такой столбник который более десяти лет просидел на столбе я когда был в италии был в одном доме где один человек умер под лестницей он забрался в жил в шикарном доме папа и мама были аристократы но он начитался платонической философии что плоть надо обуздать и у них в дом большой несколько этажей был дворец и в доме была лестница и вот он забрался под лестницу и семь лет жил там покуда не умер вот так об ну обуздывал свое тело кому такое нужно понимаете да другая другая крайность говорили начитали с платона и говорили если тело это злой враг а потом попробовали читать что плоть царства божия не наследует учения павла и решили придумали ересь плоть царства божия не наследует вообще она то враг весь грех живет во плоти поэтому ешь пыль выселись все равно закопали третье это предание вот мне кажется два первых они как-то еще а вот третье она очень близко даже к нам вот так было друзья когда мы читаем библию я это говорю себе мы должны открыть так понимать и читать этот к эту книгу мы так как было в башлыках потому что очень часто я ловлю себя на мысли что я смотрю на библию через очки через очки украинской культуры я приехал в в индию сидит женщина там лавок нет ни стульчиков ничего они заслали с синим целлофаном церковь и вот так ноги складывают и сидят впереди их было человек может 100 150 впереди сидит мужчина вот как анатолий у него только один инструмент барабан такое как ведро он так держит это да 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 ну pop и монобубны и он же сам холова нааина это и сидят метями руками цияду вот же харизма ты я трошки на камеру там по снимал по снимал думаю а вот сидит от женщина сидит и возле нее ребеночек и они так ну минут 26 там пели пробовал я понять хоть мелодии ничего не мог понять и вот они так пели потом когда они начали молиться ребенок кстати уснул они как начали молиться молятся молятся и молятся и молятся и молятся и одна женщина так плачет у нее красная такая блузка вот как вот как это папка это и потом когда слезы начали течь все вот здесь черным стало знаете цвет поменяла от мокрости от слез а я сижу впереди нам стульчики белым поставил и в мышными им садить мы 10 минут и в женой за за терпл и нам поставил и стульчики и я честно скажу я сижу мне так стыдно стало я говорю господи прости что я так не могу плакать как это как эта женщина я только что ее осудил она держит ребенка она плачет дай мне такие слезы что научи меня так плакать я понимаю друзья что мы думаем что вот так как мы понимаем библию это вот так так иерусалимская церковь понимала но я говорю башлыки да я вырастал совершенно иерусалим и бердичев тоже ну ци ближе до иерусалима конечно но я скажу да иерусалим вот поэтому только не подумайте что надо все отбросить давай уже ничто неправильно нет и наши отцы они тоже хотели понимать максимально правильно и тот кто придет после нас они тоже мы все должны задавать вопрос я хочу читать библию не через очки моей культуры а так как она написана если я одиночки зелени все в зеленом свете один розовый и будет читать человек скажем с востока если он будет преломлять писание через восточную культуру он будет видеть здесь восток если он будет преломлять через западную культуру что делают американцы они читают иногда писание это что хорошо мы почти закончили друзья я подвожу друзья черту черту этому что мы не должны повторить ошибку которую сделали фарисеи книжники они любили текст писания но подошли и говорят ну отцы же так учили и так предание учит почему твои ученики идут в субботу и срывают колоссия а христос говорит и приводит им пример поэтому друзья три вещи давайте у нас три минуты осталось три вещи наука может помешать философия и предание мы должны подходить к писанию с чистого листа бумаги вот что она говорит вот так его понимать вот что она говорит вот так его понимать три пропасти очень быстро первое это между нами когда мы читаем и этим текстом пропасть времени между нами две тысячи лет и мы должны учитывать это то есть автор который писал он жил в то время в ту культуру в ту эпоху между нами и ими две тысячи лет второе культурная пропасть когда христос или апостолы приводят примеры конечно не пользовали культуру того времени христос приводил о семени о поле о животных о хозяйке о рабынях о царях для нас сегодня нужно понять то есть как бы так объяснить если читатель но я позволю себе нет на за вот представьте себе что я автор я нахожусь в этих шузах все-таки сделаю это я написал какую-то книгу вот они а стоят и потом я ухожу вечность 100 лет двести триста пятьсот тысячу две тысячи лет прошло и рождается серёжа и он читает мой текст то чтобы его правильно понять что он должен сделать вин должен пятый стать мои шузы только там он правильно поймет что имел автор виду когда писал что-то а не сидеть в сиэтле казать я думаю что автор имел виду вот это откуда ты это знаешь чтобы правильно понять нужно промка прокрутить все обратно вступить в это время и посмотреть на ситуацию глазами автора как он это видел поэтому мы должны учитывать что между мной читателем и автором две тысячи лет и третье языковая пропасть помните когда мы говорили о богодухновенности о языках мы говорили что библия не передает слова в слово потому что у нас даже слов тут не хватит чтобы все передать что в еврейском словаре например в русском обыходе мы пользуем там 7000 слов в еврейском пользуют 40 тысяч слов если библия написано на стольких как ты его вместе с 7000 слов тебе рано или поздно придется передавать ну например даже украинская мова она иногда богаче русского не хочу кого-то обидеть но хлопать поча встречаться с девчиной то не говорят вин любить и вин может хлопать любит и пташку собачку люб там любит и до суп любит я люблю цей суп или там дыруны или пироги люблю а девчину кухаю понимаете да а в русском языке вот я даже бросла и как в русском вот ну подобается да ну вы поняли да то есть когда мы говорим о переводе мы должны учитывать что культура в которой библия писалось язык был намного богаче чем наш поэтому иногда нам не все понятно почему потому что между нами ими пропасть языка ну я здесь вот привожу для вас например если кто-то попробовал через две тысячи лет перевести нашу фразу водить за нос что это значит вот даже сегодня пастор пол что-то говорит да в американской культуре она понятно а как его перевести или даже вот американский фраза ну молодежь знает вот сам всем понятно что это значит да но если дословно перевести что у тебя наверху барьер языка и каждый это в каждом народе это в каждом языке поэтому когда мы читаем текст мы должны учитывать это последнее на что обращаю внимание и мы закончили последнее мы закончим 5 методов чтения библии 5 методов чтения библии первый метод от корки до корки я люблю читать раз в год по крайней мере хочу так помимо всего другого хочу успевать от корки до корки читать библию второй метод книга за книгой третий метод изучение по темам например тема спасения ветхом завете и в новом завете тема оправдание там не знаю любая тема тема любви метод изучения библейских персонажей все что связано скажем с давидом и мы берем книга 1 царств 2 царств потом паралипоменон все это об одном человек чтением хронологическом порядке то есть так как она происходила берем обратно такие вторая книга царств и 1 паралипоменон говорит об одном и том же и мы читаем сразу 2 параллельно книги и ту и ту читай потому что они две говорят о давид ну а теперь пришло время приступить к самому изучению библии и в следующую среду мы с вами стартуем